Так, лабораторная работа номер 5 У варианта решения типовых алгоритмов с одномерными массивами Так, вот есть задача без одномерного сила, имеющая нечетное число элементов Удалить, соответственно, средний элемент Ну и начинаем писать программу Начинаем, как обычно, с названия Так, дальше нам понадобится константа Благодаря которой мы зададим максимальное количество элементов в одномерном массиве равной единице Так, дальше нам понадобится переменная массива Размерностью от 1 до n Так, ну и тип сделаем собачьи Так, нам понадобится параметр i Так, и нам понадобится вспомогательная переменная k Благодаря которой будем удалять средний элемент Тоже сделаем их целочисленными Так, начинаем писать код программы В теле программы, которая начинает всегда у нас Словом begin и заканчивать send с точкой Так, опять воспользуемся генератором случайных чисел Для формирования элементов массива Так, ну и чтобы нам увидеть Что нам сгенерировал Генератор случайных чисел То есть мы его видим на экран Соответствующий результат Так, мы сделаем то же самое размерностью n на n То есть у нас значение будет приниматься от 0 до n умноженное на n минус 1 Держать в диапазоне Так, дальше выводим При помощи процедуры для оператора вывода Между двумя промелами Поставим пустой оператор вывода Для того, чтобы После того, как выведет все значения То есть курсор перешел на новую строку Так, дальше вычисляем средний элемент Так, ну и удаляем И его начинаю с катого элемента Так, ну и чтобы у нас не вышел за размер исходного массива То есть на количество n минус 1 Так, ну и осталось последнее действие Это вывести на экран то, что мы удалили Так, ну и удаляем Так, ну и удаляем Так, вот написана программа, запускаем, если есть ошибки, сейчас нам покажет, если нет. То есть вот у нас средний элемент значения было 66 и удалилось. Обращая ваше внимание, при выводе надо обязательно сокращать размерность массива на единицу. Если мы оставим в исходном варианте, то у вас покажет полностью весь массив 11 и на последнем будет стоять значение 60. Давайте сейчас это проделаем и увидим результат. Видите, то есть у меня сейчас уже новые, высшие значения, но удалился элемент с значением 50, ну а последний элемент он просто продублировался. Поэтому при выводе всегда уменьшаем размерность на единицу. Так, ну и вот, выполнен основной этап табораторных работ. К этому написали, соответственно, программу среди программирования Pascal. Так, следующие этапы, выбираем порядок любой, возьмем сначала с электронной таблицы. Так, здесь пишем слово «Параметр», здесь пишем слово «Значение», так, дальше «Параметр рай». Так, дальше «Параметр рай». Заполняем значение, либо непосредственно берем эмоции, либо можете любые свои. Так, дальше «Параметр рай». Так, не забываем, тут еще понадобится L равная 11 константа. Так, теперь вычисляем K, возьмем функцию, нам нужно поделить на 2, ну и число разрядов, соответственно, 0. Так, и продолжить функцию, соответственно, плюс 1, получается 6. Так, ну и начинаем выбирать лишний центральный элемент. Так, опять воспользуемся, если, так, если это значение меньше, либо равно текущему I, так, здесь зафиксируем, то тогда будет следующее значение, и если нет, тогда текущее. Нажимаем OK. Так, и идем, соответственно, внести. Так, вот у нас 57, то есть вместил до 90, нормально. Ну, единственное, можно еще один дописать. Или чуть выше можно было бы вам сделать, что у нас количество элементов уменьшилось. Так, вот. Что из себя представляет следующий этап выполнения лабораторной работы. Так, ну и переходим к еще одному этапу, к третьему, соответственно, оформлению. Так, копируем условия, либо набираем. Так, дальше. Копируем программу. И так же вставляем. Так, ну и... Рисуем блок схемы. Так, начинаем, соответственно, сначала. Так, дальше. Вычислительный элемент, который... Который мы ставим в значение константы. Так, следующий у нас идет... Цикл. Так, дальше... Опять вычислительный блок идет... У нас идет... У нас идет... Соответственно, опять присвоение, то есть вычислительный блок. Дальше. Вывод. Значение на экран, то есть полилограм. Так, дальше у нас... Опять вычислительный блок идет... Так, следующий у нас... Так, следующий... Опять... Цикл... Где осуществляется... Переприсвоение... Так, и... Опять у нас идет... Цикл... Вывод значений... Так, ну и... Так, сейчас при помощи... Успорняем... То есть... Продолжение следует... 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 Так, следующее действие, опять у нас изменим параметр цикла, i, который изменяется от k, dn, соответственно, минус от n. Так, ну и здесь переприсваивается текущему и последующему. Так, следующее опять параметры цикла. Так, он уже изменяется не от k, а от 1 до n. Так, ну и выводится на экран результаты и заканчиваем помнить программу. Так, не забываем, что у нас линии связи с друг с другом не пересекаются и не пересекаются, соответственно, в блоке. Так, ну и как будет выглядеть балл схема на алгоритм, представленный вот здесь, который мы только что нарисовали данной программы. так, ну и защищаем лабораторную работу. Это последний этап. То есть всего их четыре. Первый и основной. こкан. То есть всего.